Ты женщина, ты книга между книг, ты свернутый запечатленный свиток, в его страдах и душ, и слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Они дарят новую жизнь, а каждую минуту своей безвозмездно отдают. В преддверии 8 марта областной колледж искусств и культуры чествовал матерей. Мама, я без тебя всегда скучаю. Мама, хожу и поезда встречаю. Мама, как грустно мне без теплых рук твоих. Женщине, любимой, маме посвящается. Театрализованную программу, педагогический состав и учащиеся посвятили прекрасной половине человечества и особенно многодетным матерям Хокинского района. Музыкальные композиции, поэзия и даже цирковой антипод – все для того, чтобы многодетные мамы вырвались хоть на пару часов из хлопотливых будней. Все мы мамы, все мы любящие жены. Я благодарю всех организаторов праздника, которые пригласили нас сюда, потому что вырваться из домашнего круга на концерт, особенно многодетным матерям, бывает очень трудно. Людмилу дома ждут 10 детей и любимый муж. Поздравить с праздником весны ее и других многодетных мам пришли представители общественной палаты Брянской области. На женских плечах лежат такие простые задачи, как накормить семью, обучить детей, решить священие родителей. А на мужских суровых лежат такие сложные вопросы, как кто выиграет в футболе, кто будет президент. Семья – это основа общества, а женщина – основа семьи. И от того, насколько женщина будет дарить нам свою внутреннюю красоту, настолько мы будем не только счастливы и сами, будет устроен наш пью. Настолько зависит это и от этого и наше будущее, и будущее нашей страны. Так что хочется пожелать всем женщинам, небезразличных людей на своем пути, личного счастья, крепкой семьи и, разумеется, общественного признания. Многодетной мамой считается та, которая воспитывает трех и более детей. Эти женщины на сцене ответственны за судьбы пяти, шести и даже десяти мальчишек и девчонок. И если у обычной мамы всего две руки, то у многодетной столько, сколько детей. Поэтому подарки от общественной палаты практичные. Все то, что поможет мамам выполнять трудную, но почетную миссию.